Ипотечники будут массово банкротиться, люди будут разоряться, да, вот такие новости мы читаем. Я хотел бы разобраться, действительно ли это так, да, может быть, если у вас какая-то история есть из своего, то есть личного там багажа, да, знакомых, родственников, можете прислать на почту, она в Загрепе. А я сейчас порассуждаю на тему того, что, ну вот, например, да, я во дворе видел недавно такую картину. Там подъезжают, там, приставы, кто-то еще, женщины эти, и заходят в подъезд. Потом из подъезда вылетает, то есть чувак, и открывает машину. Подходит, ну, как я понимаю, судебный пристав, начинает ее осматривать, да. Потом через какой-то промежуток подъезжает Росгвардия зачем-то, я не знаю, ну, может, по процедуре так надо или еще что-то. И потом подъезжает эвакуатор, они грузят эту машину, все, вуаля. Потом мне уже тут через соседи, знакомых рассказывают, что мужик ипотечник, у него много долгов, и потихонечку его имущество забирают. У него уже забрали то ли манипулятор, то ли что-то типа такого, да, это он как бы, ну, его собственности был, он на этом зарабатывал, пытался, по крайней мере. А потом забрали вот эту вот Ладу-Лагус у него. Насколько я понимаю, следующая, наверное, будет квартира, но если там у него как бы прописаны дети, или если есть дети, по-моему, они имеют право изымать, да. И таких, ребята, случаев сейчас будет очень-очень много, да. Когда человек, ну, мы же всегда надеемся на лучшее, да. Правда, нужно готовиться к худшему, но многие на это забивают. Мы всегда надеемся на лучшее, мы думаем, что все будет так развиваться, расти, приумножаться. Берем ипотеки, кредиты там, ездим отдыхать, а тут бац, и такой вот форс-мажор, можно сказать, такой, какой сейчас. Что делать людям? Как быть, как выживать, на что выживать? А никто, ребята, не знает, никто не знает. Я слышал, что правительство вроде бы все меры предприняло, да, отсрочило, так скажем, эти платежи, то есть выгонять, выселять никого не будет. Ну, собственно, я лично никого не знаю, кого бы выгнали с такой квартиры. Вероятнее всего, люди как-то не довольны до этого и пытаются, наверное, решать как бы вопрос, ну, сука, более, наверное, как-то дружелюбно, да. Но в целом, что же делать, вот если у тебя нет денег, да, ипотечная квартира, и ты понимаешь, что все, труба, надо что-то делать. А я как понимаю, стоит только найти деньги. Как их найти, никто не знает. И вот здесь вот начинается великое, то есть высасывание энергии человеческой, когда ты не можешь, но конячие проценты тебе нужно отдавать, выплачивать, да. Ты начинаешь рвать, как говорится, очкенцию, да. И постепенно ты ее порвешь. Когда, извините, зарплаты не растут, сколько там, лет 10-15, а цены на все растут, то, да еще при такой процентной ставке, грех не порвать очкенцию. И многие люди, соответственно, ее сейчас, я думаю, что к осени порвут. Жалко ли мне их людей? Мне очень жалко людей, потому что я считаю, что обычной, без поддержки, молодой семье сейчас не представляется никакой возможности, никакой возможности купить как-то иначе жилье, кроме того, чтобы взять кредит. Кредит, он очень сильно, первое, привязывает именно ипотечный к месту, закрепляет тебя на этой территории, подавляет полностью твой голос, то есть твое слово. Ты думаешь только об одном, как погасить? Я считаю, что эта вся ипотека придумана специально, да. Она людей, а, привязывает, б, гасит в тебе волю и, в, ты, ну, свобода выбора, ты все сидишь как просто раб и думаешь, хоть бы, хоть бы меня бы не уволили, чтобы я доплатил эту ипотеку. Потом, в итоге, когда ты ее доплачиваешь, тебе уже 50 лет плюс, и все, ты уже, в общем-то, неэффективен, никому не нужен, ну, и жизнь основная прошла. Зато, как бы, стены есть. Потом удобно, бах, какой-нибудь закон, и все, и все, вуаля. Ну, это ладно, так вот, а страшные фантазии. Как один мне знакомый сказал, Дим, я хотя бы знаю, что умеру в твоей квартире. Когда-то она будет моей, к 60 я раскидаю за эту двухкомнатную квартиру и умру в своих стенах. Я говорю, братан, если тебя это реально успокоит, если тебя это вдохновляет, если ты готов, то есть, ради этого работать в тени ночи, он по 12 часов умеет работать, 6 дней в неделю, да, добирается-то работать час 10. Я, как бы, ну, я порадуюсь за человека, потому что у всех свои ценности, у всех свои цели. Если человек это бодрит, то это реально круто. Если он не нашел никакого иного способа заработать бабок, да, и как-то крутануться в жизни, то остается только такое. Умереть в своей квартире. Я, ребята, буду рад, если вы напишите, а как вы считаете, ипотека это справедливо или нет? Вот каждый из вас сейчас пусть напишет в комментариях, справедливо или нет. Я буду рад почитать. До скорых встреч, мои хорошие. Всем пока.